Смотрите в этом выпуске. Какие удары должны быть в арсенале любителя? Как добавить разнообразие в свои подачи? И почему один неправильный элемент может полностью сломать вашу игру? Смотрите этот ролик до конца и вы узнаете о 10 базовых элементах и 7 подачах, которыми должен владеть каждый любитель. Узнаем, как они выполняются и их назначение в игре. Меня зовут Иван Толмачев и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. Мы начинаем. Базовая техника – это набор технических действий, позволяющий решать игровые и соревновательные задачи. Простым языком – возможность качественно тренироваться и показывать результаты на соревнованиях. В базовую технику можно отнести 10 элементов. Срезка справа, срезка слева, накат справа, накат слева, топ спин справа, топ спин слева, топ спин справа по нижнему вращению, Топ спин слева по нижнему вращению, подставка справа, подставка слева. И 7 основных подач. Накатная справа, накатная слева, нижняя справа, нижняя слева, топор, подача слева и маятник. На постановку базовой техники у малышей 7-9 лет уходит примерно 2 года системных тренировок. У 11-12 – 1 год. А у взрослых любителей эти цифры колеблются от 6 месяцев до 2 лет. Здесь зависит от спортивного бэкграунда. Те, кто занимались или занимаются спортом, обучаются быстрее, чем те, у кого настольный теннис – первый спорт в их жизни. Это при условии занятий с тренером. И если вы без тренера, то ваше обучение займет намного больше времени. Если хотите знать больше о том, как принимать подачи, не бояться играть на счет и постоянно прогрессировать, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю посты, которых нет на канале. Бонусом вы получите PDF-файл с описанием базовых понятий и техники. Кликайте на ссылку под видео в описании. Разберем основные параметры каждого удара и определимся, зачем необходим каждый из них. Срезка – это элемент с нижним вращением. Выполняется в высшей точке начинающими и восходящей продвинутыми спортсменами. Используется для приема нижних подач и ответной игры по нижнему вращению. Накат – технический элемент, имеющий одинаковую поступательную и вращательную скорость. Считается плоским ударом, но имеет незначительное верхнее вращение. Удар выполняется в верхней точке отскока мяча. Используется для приема плоских и боковых подач. Также используется для контратаки по плоским мячам и крученым. Топ-спин – технический прием с сильным верхним вращением. Является основным ударом в арсенале профессиональных спортсменов. Удар выполняется в высшей точке отскока мяча. Используется для приема плоских, боковых и верхних мячей. Также применяется для силовой атаки через вращение по накатам и подставкам. Подставка или, как говорят на современном языке, блок. Технический прием без вращения. Направлены на прием атаки соперника. Удар выполняется по восходящему мячу и в наивысшей точке. Используется для отражения силовых ударов и топ-спинов. Также бонусом добавим разновидность топ-спина. Топ-спин по нижнему вращению. Чтобы мы с вами были полностью укомплектованы для соревновательной борьбы. Топ-спин по нижнему вращению. Это технический элемент с сильным верхним вращением. Направленный для атаки по нижнему вращению. Целью которого является захват инициатив. Удар выполняется в высшей точке отскока мяча. Или по опускающемуся мячу. Это технический арсенал, необходимый для полноценной двухсторонней игры. По каждому из элементов будет базовый разбор. А для тех, кому важны детали, скоро выйдет подробный курс про техническую подготовку. Чтобы не пропустить анонс, подписывайтесь на телеграм. Ссылка под видео. Теперь переходим к основным подачам. По ним уже были отсняты ранее ролики. Но кто не смотрел, оставлю ссылки также в описании. Накатная подача. Подача с незначительным верхним вращением. Используется для ввода в игру. Также можно модифицировать под соревнование. И подавать ее очень быстро. Есть подача справа. Есть подача слева. Подачи с нижним вращением. Классическая подача. Также используется для ввода в игру. Для соревнований делают изменения в этой подаче. Можно добавить больше нижнего вращения. Либо подать коротко. Также возможен вариант чередования вращения. Нижнее вращение плоско. Есть подача справа. Есть подача слева. Подача топор. Одна из первых крученых подач. В подаче правое боковое вращение. Можно в подачу добавить нижнее или верхнее вращение. И получится подача с комбинированным вращением. С правым нижним боковым. С правым верхним боковым. Выполняется ладонной стороной ракетки. Подача слева. Подача выполняется тыльной стороной ракетки. Имеет правое боковое вращение. Также может чередоваться с другими вращениями. Нижнее правое. Боковое. Верхнее правое. Боковое. Маятник. Первая сложная подача, которую осваивает спортсмен. Выполняется ладонной стороной ракетки. Имеет левое боковое вращение. Может выполняться в следующих вариантах. Плоско. Левое нижнее боковое. Боковое. Левое верхнее боковое. Поздравляю. Теперь вы знаете, что входит в базовую технику теннисиста. И сможете добавить элементы, которые у вас отсутствуют. Повторим элементы. Срезки. Накаты. Топспины. Топспины по нижнему вращению. Подставки. И подачи. Накатные. Нижние. Топор. Подача слева. И маятник. Отсутствие какого-то из элементов или плохая техника исполнения может значительно сказываться на результатах. По своей практике скажу, что если идет ошибка в топспине по нижнему вращению, то есть ошибка в простом топсе. А если есть ошибки в простом топсе, то значит неправильный накат. Ведь все у нас взаимосвязано. А когда мы ошибаемся, нас начинает сильно зажимать. Отчего уже не получаются и другие удары. Поэтому техническая подготовка должна быть на хорошем уровне и шлифоваться на протяжении всей спортивной карьеры. Если вы хотите получить видеоразбор по своей технике, то вам необходимо вступить в группу Телеграм. Там будет подробное описание конкурса. Счастливчики, которые попадут в число победителей, получат бесплатный разбор и станут участниками ролика. Вся информация будет в Телеграм. Молодцы! А если уже подписались, то красавчики! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какие элементы вам даются труднее всего. Подписывайтесь на новый канал с короткими видео, на Телеграм-канал и, конечно, на основной канал. С вами был Иван Толмачев. До встречи!